В Югре ветераны Великой Отечественной войны накануне 9 мая проходят плановое медицинское обследование к маломобильным, а их большинство медики приедут сами. Остальных приглашают в поликлиники. Одновременно с осмотрами пожилые люди смогут сделать прививку против коронавируса. Жанна Кузьмина расскажет подробнее. Без очередей талонов и записей. Вместо вызова в городскую поликлинику врачи приедут к ветеранам на дом. Пожилых людей, многие из которых уже не выходят из дома, осматривает целая бригада медиков. Пока одни берут кровь на анализ и тут же выдают результат, другие готовят к работе аппараты КГ. Все обследование занимает меньше получаса. Для ветеранов войны к 9 мая мы осматриваем, если нам нужны дополнительные какие-то вещи, мы все можем назначить и узких специалистов, и обследования. То есть мы ограничены только рамками ОМС, обязательного медицинского страхования. Диспансеризация вот эта, она обязательно к каждому дню победы. Но плановое обследование, какие-то коррекции лечения, какие-то консультационные специалисты, это круглогодично. В перерывах между процедурами медики еще успевают послушать воспоминания ветеранов. Илья Николаевич Полищук на войне служил радиомехаником, обслуживал аэродром, а после трудился на самотлоре и начал писать книги. Своими произведениями он гордится не меньше, чем медалями. И даже сегодня не упустил случая прочесть новое стихотворение. В этом году уже не так, а так основное, все школы, которые есть в городе, все они мне знакомы, потому что я в них участвовал. И в университете, и на рабочих местах приходилось, когда был нормальный состояние, когда состоял в содружестве с писателем города. Ходил везде, участвовал, рассказывал, много книг написал. В эти дни ветеранов принимают и в поликлиниках. В прививочных кабинетах для них специально выделили дату и время, чтобы вакцинировать от ковида. Сразу всех и в одном месте. Для удобства пожилым людям заранее помогли оформить необходимые документы. Нет, у меня никогда такого не было. Надо, значит надо. Для здоровья. Активность ветеранов объясняется еще и тем, что многие из них готовились к параду. Для участников вакцинация обязательно. Но торжество в Югре отменили и часть пожилых людей решила отправиться в отпуск. Прививка перед отдыхом в других регионах, объясняют врачи, лишней не будет. На сегодня в Нижневартовске вакцинировались 5805 горожан в возрасте 60+. Именно пожилые люди, они очень хорошо идут и сознательно к этому подходят. Они понимаются, риски какие высокие. Очень боятся за осложнения, за окружающих, за себя. Поэтому они идут осознанно и без никакой боязни в основном. Обследования ветеранов продлятся всю следующую неделю. Накануне 9 мая медики будут приезжать в гости еще с одной почетной миссией. Поздравят и скажут слова благодарности людям, которые не пожалели своих жизней и встали на защиту Родины. Жанна Кузьмина, Дмитрий Евдокимов, Вести Югория, Нижневартовск.